Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. Сегодня с вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. О чем наша пойдет речь? Если встречаешь любого огородника, все жалуются, что сорняки уже надоели, что нет спасу избавиться от них. Сегодня мы поговорим с вами о том, как сделать так, чтобы прополка была вам в радость. Вы не улыбайтесь, это совершенно правильно. Вот со мной участок, большой участок, 10 соток. Так вот, на прополку этого участка у меня с женой уходит всего лишь полтора дня. Мы пропалываем весь участок. А как сделать так, чтобы это была работа в радость, и что вы делаете не так, почему вас болит спина после прополки овощных градок? Смотрите, значит, любые сорняки, как и любые культурные растения, пока они малые, они очень чувствительны к изменению среды. Раз они малые, значит, они боятся, чтобы их засыпали. Засыпали сорняки, большинство их погибнет. Не все сорняки зайдут, вылезут. Это раз. Во-вторых, нельзя... Начнем по парадочку. Для того, чтобы бороться с сорняками на своем участке, учтите несколько нюансов. Ну, во-первых, если вы высеваете весной культуры, значит, старайтесь помечать родки. Вы можете поставить колышки, вы можете там поставить таблички. Это один путь. Второй путь, что в этот родочек с культурами, как типа морковки, там, укроп, кориандр, которые медленно, как бы, отрастают, долго дают сходы в течение где-то двух недель. Для того, чтобы родочки заметны, мы каждый родочек через 20-30 сантиметров высеваем по одному зернышку редиса или по одному зернышку крест-салата. Это так называемые маячковые культуры. Они быстро прорастают, и мы раньше сделаем междурадную обработку. Эта междурадная обработка называется шаровка, и наши многие любители совершенно-совершенно ею не пользуются. Почему? Потому что, если у нас видны роды, значит, мы берем тяпку обычно, но самый лучший инструмент, конечно, это плоскорез. Это плоскорез, вот самый такой рабочий инструмент, вы его попробуете, вы оцените, это очень удобно. Прошли, родочки прометили, у вас, смотрите, что вы делаете. Междурадия у нас будет занимать где-то 2 трети, родочек 1 треть. Смотрите, мы уже обрабатываем площадь, на 2 трети уменьшаем. Надо меньше будет нам нагибаться по лодке растения. И не факт, что когда мы будем делать междурадную обработку, мы не повредим те сорняки. Возможно, их станется еще меньше. Это благодаря шаровке междурадии. Точно так же, вот на картофеле сейчас стою. Вы понимаете, это совершенно нетрудно, не наклоняться, пока что сорняки маленькие, их не надо ни рвать, ничего. Пройтись и плоскорезом просто взять подрезать. Подрезать на родах, можно даже картофельный куц залезть подрезать. Есть, поподрезать, поподрезать сорняки. Ну, это, конечно, желательно сделать утром, когда солнечно-сухая погода, за день ваши сорняки все просохнут, значит, заметьте, что вам уже полоть практически не придется. Вы за счет шаровки сделаете удаление сорняков самым простым способом. Конечно, некоторые применяют химию. Вот, в советские времена, я вот работал агрономом в овощеводческом хозяйстве, это было очень широко распространено. Морковку пололи прометрыном, капусту пололи рамродом, свеклу пололи бетоналом, ну и вот так далее. Препараты прочитать не буду, потому что я не ратую за то, чтобы на своих участках вы применяли химию. Я ратую за агротехнические приемы, которые помогут уменьшить количество сорняков на участке и облегчить ваш труд. Значит, поняли, маячковые культуры, это уже даст вам возможность заметить родки. Не посеяли маячковые культуры, колышки поставили, вы видите, где родок, можете сделать междурадную обработку. Уменьшается площадь прополки. Это раз. И, во-вторых, заметьте, что потом вам полоть гораздо-гараздо легче. В любом случае, пока создают культурные растения, вы уже знаете, где родок, и уже что вы сели, там, свеклу, или сели морковку, или там, ну, или лук посадили, вы уже можете в родочке поудалять все сорняки, и что в малом состоянии. И не всегда надо их вырывать руками, можно этим же плоскорезом просто-напросто их подрубать, подрубать, и ваши сорняки уйдут с вашего участка. Вот. Это один путь. Значит, шаровка уменьшает количество сорняков, а второй путь, значит, который еще очень помогает, это самое, для тех, кто, кому недосух полоть, значит, что сделаем? Мы сделаем мульчирование почвы. Мульчирование почвы делаем так же, но не в ту пору уже, когда, может быть, что есть, у нас родочки намечены, значит, мы будем мульчировать почву, как после посева. После, сделали посев, и сразу мульчируем родочки. Что мы можем использовать в качестве мульчи? В качестве мульчи мы можем использовать черный спонбонд вот если вы так эстет чтобы вас было все красиво все было самое черную пленку можем заслать между между радиях прижать ветер не уносил или железными руками его прижать земле можем эту пленку это же это же спонбонд или придавить камушками ну сказать это большая трудоемкая работа тогда возьмите опилки обычные опилки если пролежали год вы смело можете использовать для мучиливания между ради посыпали заметьте что если слой опилок 5 сантиметров количество сорняков упадет на 90 процентов значит уже ваши посевы будут практически чистым ну для некоторых культур которые как бы прорастают типа чеснок лук это сам можно использовать укрытие соломой посадили эти культуры положили засыпали соломиной резкой вот такой правильной травой засыпали и все ваши сорняки расти не будут я покажу вам что что это мне дало мульчирование соломой градок что мне дало там вообще сорняки не появились не полоть не пришлось это раз а во-вторых такие замульчированные градки очень хорошо сохраняют влагу эта влага достается растениям единственный минус конечно что на градках которые замульчированы таким материалами приходится делать азотные подкормки или куриный поймет использовать или использовать азотные удобрения почему потому что любая вот эта клетчатка которая содержится в соломе которая содержится в опилках она из почвы забирает азот для того чтобы растение хорошо себя чувствует и приходится подкармливать но я думаю что сделать подкормку азотными удобрениями или куриным поймет легче чем потом стоять сгорбившись вот и полоть сорняки вот если вы последующие этим советом я думаю вам это все пору ну все понравится вы просто поймете свои ошибки что нельзя допускать зеленого пожара чтобы полыхал на градках надо уничтожать сорняки молодом состоянии вот сейчас я показал вам флоскоризм как срезаются сорняки вот а сейчас я покажу как вы просто засыпать в наградках в родочке моно те сорняки каким инструментом почему потому что вот когда я работал на производстве вот в хозяйстве мы засыпали в важных ротках нас же были и болотообразные зубья и другие зубья культиваторы с различными зубьями и мы просто между по между радиях гоняли трактор который делал с культиватором с разными модификацией зубов и делать соответственно подрезал сорняки вот вы можете сделать это с помощью плоскореза и такого 2 инструмента такой такой вот драпочки такая вот драпочка вам поможет сделать просто как бы не все эту драпочку видели она есть продажи она вот вы представляете но просто не все представляют как правильно работать драпочкой я сейчас вам покажу и вы поймете как это быстро быстро делается берем такую драпочку ставим во первых что мы засыплем сорняки которые будут мелкие находиться то есть здесь между радиях это раз во вторых плюс это такое это рыхление почвы это удаление почвенной корки что очень хорошо для растения мы ее ставили и просто-напросто тянем до себя протянули видишь родок готов протянули родок готов протянули родок готов то есть батя мы за минуту уже какую площадь мы уже мы же как бы обработали мы как бы вот насколько мы ускоряем свой труд поэтому прошу после нашего сюжета надо чтобы вы поняли что виноваты не сорняки а виноваты неподходящие инструменты обзаведитесь подходящими инструментами и прополка станет вам радость вот вы будете полоть быстро справляться с прополкой и сорняки вам будут не страшны раз сорняки забирают 40 процента урожая наш ваша урожайность заметно заметно вырастет и все ваши усилия будут не напрасны успехов вам удачи смотрите наш youtube канал подписывайтесь до новых встреч